Крым Союз Печать Действующий Друзья мои, всем здрасте Настал новый день Где-то 12 часов дня Понедельник, по-моему, 19 Я весь чистенький Вообще красота просто Все постиранное, помытый Это так классно В горячем душе купаться И в чистых вещах ходить Вот, решил прогуляться по Евпатории Не хочу ехать на велосипеде Просто хочу вот в каком-то таком Легком Ненавязчивом стиле Погулять, походить, посмотреть Поснимать, куда иду, я не знаю Эта улица называется Улица революции Ну, пошли туда Оп, стопэ Сегодня, кстати, жарко Прям жарко Сегодня нету Ну, как сказать Когда ветра нету Прям жарко Некоторые люди даже в майках ходят Но у меня, как обычно, я одел термуху И ветровку Потому что, когда есть ветер То вообще не жарко Такая же пляжная линия Она вся утыкана санаториями С разделенной для них территорией Чувак разговаривает по городскому телефону на улице Я такого уже не видел лет 15 История напоминает какие-то Отдает какими-то одесскими мотивами И мне вчера, я вот пока в столовую ходил Мне вот эта идея пришла А на хостеле администратор женщина Она родилась и выросла здесь Я говорю, знаете, мне напоминает Советский Союз И Одессу, хотя я там ни разу не был А она такая Таки да, так все и есть Случайно забрел вот такую улицу На карте называется Дувановская И она, скорее всего Как бы одна такая из основных, которые идет к морю И я сейчас сошел и вспоминал, что давным-давно Там в каком-то 10-м или в 11-м году Когда я был просто здесь в Евпатории Как раз по этой улице и ходили Сейчас должен выйти к морю Случайно познакомился с ребятами Они из Симферополя И ну они как бы местные из Симферополя Ну и спросил, говорю, вот у вас, говорю Ну как бы в Симферополе, у вас здесь все рядышком Какие вот у вас любимые места, куда вы в основном ездите Отдыхать там и так далее Они говорят, ну это в принципе или Евпатория Или это Судак Новый Свет Вот где-то, говорит, вот в эти края И еще какое-то место одно назвали Это что-то типа где-то Ханкут в тех краях Да, Дувановская 13 Какая-то улочка прям реально мне напомнила Одесские мотивы Это дворы стопудово Но мне прям хочется посмотреть Как это выглядит все изнутри Реально, какие Одесские мотивы Вот она, обратная страна Евпатории Вот как в фильмах про Одессу показывали Вот точно так же Так и да Чем ближе к морю, тем становится прохладнее От вот этого ветра, который идет с моря А если ветра нет, то вообще жарко Прям душно И вот сейчас иду, и у меня прям такие воспоминания идут Что-то, как я здесь раньше ходил Сейчас, может, даже вспомню еще куда-нибудь в бреду Шел и вспомнил, что здесь слева должен быть туалет И он еще реально здесь есть А почему я его вспомнил? Потому что однажды, когда рано утром я пошел туда Там перед входом было Весь пол вообще был усеян просто саранчой Вот такой огромный, зеленый Прям вообще все усеяно И для того, чтобы пройти в туалет, тебе нужно было прям идти по ней и хрустеть Вот этот момент я запомнил И он был там Идем по вот какой-то длинной вот этой центральной набережной Я так понимаю, это две такие основные улочки Это вот эта И вот откуда я пришел, та идет типа в центр города Вот сейчас прогуляемся, посмотрим Здесь было большое кафе Сейчас его что-то нет уже Ну и где-нибудь выйдем к морю А посмотрим шикарные песчаные евпаторийские пляжи Вот еще одна примерно похожая на тупо, которую я шел Дорожка такая с фонариками Как она, тротуарная И я так понимаю, что здесь все дороги идут просто к набережной И набережная, это как раз, наверное, основное место, где все и гуляют Ну да, в принципе, а почему нет? Море там, песок там Вся движуха по-любому здесь Нашел какое-то место, сейчас выйдем, посмотрим Что это за такие набережные, вам покажу Тут у нас, кстати, даже лебеди плавают Вот это как-то так кратко И это очень длинная набережная Туда очень далеко уходит Отдыхающий Работающий, отдыхающий И скорее всего, да, это скорее всего, они, наверное, сектора поделены Эти все набережные И люди там отдыхают Насколько я помню тогда Я говорю, 10 или 11 год, сейчас точно не вспомню Ой, здесь было столько народу Прям, почему я туда рано утром-то в туалеты шел Мы вставали очень рано и шли на пляж Потому что было все просто забито битком В то время, когда я здесь был Это же еще была Украина И здесь полицейские были В такой вот полицейско-украинской форме К чему я это? Сейчас проходил мимо там определенных строений И вспомнил, как я в то время Ну, я как бы уже не пил алкоголь вообще никакой Но тогда мне так захотелось пива прям Я пошел, купил бутылку пива Сел там на эту фигню Подошли два полицая и сказали А я же тогда глупенький И, короче, развели меня на бабки Что я в общественном месте распиваю алкогольные напитки В итоге И Деньги потерял И пиво не попил Вот такое вот воспоминание у меня сейчас всплыло с тем местом Так что не бухайте У меня и так к алкоголю всегда было равнодушное отношение Но после того, как я понял, что ты можешь купить бутылку пива И потерять где-то пятихатку или тысячу Не помню, сколько на рубле это было И я понял, что это дело вообще невигато Дошел уже до пересечения с улицы Фрунзе И пойду дальше в сторону моря Получается налево Ну, набережная, хочу сказать, прям Она создана для того, чтобы они люди гуляли Все строится Готовится к туристическому сезону Но фонтаны еще не работают А представляете, летом, когда жарко И все эти фонтанчики По-моему, красота Монумент Я уместно сейчас тоже узнал Отдыхающему Гераклю Это такое, наверное, одно из центральных мест Отдыхающий Геракл Красавчик, что-то Отдыхает В песок Не хочу идти В песок У меня в сеточку Потом это все забьется И быть вообще не очень Но лебеди Лебеди Смотрите, сколько лебедей плавает Ну и набережная туда еще недалеко уходит Вообще моя любимая асана в йоге на самом деле Даже не шавасан Может даже коврик не стереть Просто вот так лечь Пойду прогуляюсь до конца туда Посмотрю, насколько далеко она идет И, скорее всего, обратно таким же маршрутом Ну, примерно таким же Не люблю по одному месту два раза ходить Вернемся обратно У кого-то кайф, да? Что, хорошо тебе? В Евпатории живется Хорошо тебе живется В Евпатории Хорошо ей живется В Евпатории Сейчас возвращаться обратно С того места, откуда я пошел Примерно Там есть площадь Пушкина Вот В принципе, получится вот такой маршрут Два километра Два душевных километра То есть, реально много ходить не нужно Неплохая набережная Тут же море Тут же всякие кафешки Все вот эти хуторки Это все Однозначно работает Прям такой душевный Семейный отдых На самом деле Может получиться Я сейчас хочу выйти В парк Фрунзе И по нему подняться К К проспекту Ленина Вот так выглядит Курортный парк имени Фрунзе Вот такая тротуарная Дорожка И там всякие тропинки Очень сильно прям ощущается Вот по мере приближения к Украине Вот от Севастополя Как я поехал Очень сильно Ощущается вот это Г Нагрузка Город Очень много Шокающих и гакающих Современная даже, так сказать, тренажерная площадка Напоминает каких-то роботов Вон женщина рассекает на скутере Прям по парку А почему бы, собственно, и нет Я сделал безлимитный интернет Я не знаю, какая там у него будет скорость Стоит месяц 450 На местном операторе Волна Мобайл До этого у меня было 250 Но мне сейчас это нужно Потом где-нибудь в июне Опять тариф поменяю На обратный Просто я сейчас поеду в такие дебри В сторону Тарханкута Что Там без интернета Будет вообще тяжко Вай-фай там вряд ли найду Отошел от моря И понимаю, что мне вот в этой ветровке Уже прям жарко Нету ветра Когда Прям вообще жарко Прям очень душно Ветер подымается Сразу холодно Вышел на проспект Ленина И вспомнил, что я здесь давным-давно был По вот этому памятнику Ну и плюс местность Ничего не изменилось Да, точно Я здесь сидел на лавочке Познакомился с какой-то местной жительницей Она Это веселая история Она где-то здесь Это вот там Был какой-то центр по Короче, пух Пух они переделывали Освежали там Или чистили его Я не знаю, что там Одеяло, подушки И так далее Она сидела здесь Ждала трамвай Или что-то ходит Тут по рельсам Я просто тоже сидел Ждал то ли трамвай Или мы разговорились И Ну мне было интересно Узнать, как они тут живут Что делают А она сидит вся Я почему сейчас вспомнил Она сидит вся такая В пуху Где-то у нее там перо Какое-то Сидит Чишется Это все убирает Чихает Это было очень весело Такое сложно забыть Кстати, к слову Почему я все-таки решил остаться в хостеле На две ночи Потому что В первую ночь Обещали дождь И сегодня В понедельник Обещали очень сильный дождь Прям там с ливнем Там даже МЧС Короче Прислала Какую-то оповещалку Но И я решил Что я не хочу Как-то отдохнуть А потом Выхватить Вот этот Экшен И драйв От капризов природы И весь этот квест Проходить опять Под дождем Я решил Что Я останусь на вторую ночь Спокойно отдохну И все сделаю Но Где Где он Где дождь Где шквальный ветер Где предупреждение МЧС Которое Они предупреждены Ну Писали смс Я очень надеюсь На то Что это все Не переносится На завтра И Я завтра Не выхвучу Это все Прям очень бы Не хотелось бы На самом деле Пусть будет Он Сегодня Сейчас Проходил мимо И понял Что я похож На какого-то местного Вообще Бродягу Может стать И не местного Бродягу Но вид Такой Конечно Интересный С другой стороны В этом есть огромный плюс Я просто Не привлекаю К себе Внимание Со стороны И хожу Здесь просто Сам по себе На своей волне Всем пофигу Зашел В такой дворик Посмотреть Как выглядит Евпаторийский Двор Изнутри Гулять Гулять Одно удовольствие Ну Вот Кстати Погода Сегодня Походу МЧС Меня Короче Разыграли Сегодня Шикарнейшая Была погода Чтобы куда-то ехать Посмотрел Прогноз погоды То Что на сегодня Передавали Там Жуткий дождь Там Три капли Там Что-то И так далее То есть Серьезно Прям такие Не как обычно Все Уже нету Переменная облачность А А завтра Как раз Это погода Просто слов нет Вот сейчас Как раз Подходим К площади Театральная площадь Это что-то типа Центральной площади Евпатории Евпаторийский Городской совет Вечный огонь Памятник Токарю И вот Туда В сторону Тоже хоть такая улица В сторону набережной Хочу пойти интуитивно Прогуляться По Тому маршруту Когда я здесь был Давным-давно Сколько? Десять лет назад Ну пускай Десять лет назад А когда я здесь был И как вот я ходил Пойду там Вспомню По-любому Что-нибудь вспомню Дуван Семен Эзерович Городской Голова Вот это типа Центральная площадь Все то же самое Смотрите Какое старое здание Прям Очень Такой раритет Впереди Вывеска Евпатория И Вот это Именно та Часть Проспекта С которой я начал Спуск вниз туда К набережной Перехожу дорогу И хочу пойти по той улице Вон туда дальше Да Все правильно 1919 И там Даже Вот этот Олень Сломанное Лицо У него И рога Торчат в разные стороны Музей Вина Я помню Там вдалеке Раньше Было какое-то Творческое кафе Прям на улочках Стояли домики Ой домики Эти Столики С Со стульями Люди сидели Прям на улице Тогда Пили кофе Читали книги Это было Прям очень Интересно Все это выглядело А вот оно Только оно не творческое Литературное кафе Имени Анны Ахматовой Точно Вот здесь Они все стояли Ну я думаю В сезон А Или вообще Не закрылись Вон Аренда Я думаю Что в сезон Здесь Может быть Кто-нибудь Что-нибудь Откроет Какие Старые Двери Так А мне По-моему Надо будет Налево Зачем-то Действительно Очень интересно Гулять Вот так Вот По обрывкам Старых Воспоминаний И Ну Здорово Это очень здорово Очень интересно Сделали вывеску Прямо С часами С действующими Вот сейчас Пол Четвертого Трамвай Гармошка Я вообще Что-то не помню Что видел Такие Какой-то дворик Прямо Интересно Посмотреть Что здесь Внутри А Здесь Ступик Пока Бродил Вышел Опять На тот же Дорожь Который Начал Прогулку Моё Любимое Молочное Кафе Пойду Поем Сто Сто Девяносто Рублей Еще раз Убедился В том Что Погода Меня Троллит Никакого Сегодня Дождя Урагана Еще чего-то Вообще Не намечается Сто Шикарный Солнечный День Жарко Люди В майке Шорты Некоторые Даже уже Одели Ходят Вот А я Наелся Радостный Счастливый Просто Сегодня Такой Релакс День Вот Кто-то В комментарии Писал Зачем Ты заезжаешь В хостер Вот Для этого Просто Чтобы Просто Чтобы Вот так Помыться Посчаститься Поспать Погулять Спокойно По какому-то Новому Городу И Просто Расслабиться Вот на таком Легком Чиллауте Гулять Смотреть И Все Вообще Здорово И Прекрасно Узнал У местных Где Можно Купить Газовые Баллоны И Панамку Потому что Набережные Как обычно Стоит дорого Будут стоить Сказали Вот Рынок Фортуна Ходил Гулял И чисто Интуитивно Вышел К тому Дому Где В 2010 Лет Назад Я Снимал Комнату И Жил Здесь В Евпатории Еще Раз Убеждаюсь В том Что Если Я побывал В одном Месте Хотя Бо Один Раз То Я Это Запоминаю Нашел Недорогой Магазин Затарился Он Продуктами Крупами Всякими Всякой Хренью Короче Потому что Посмотрел Дальше Ну Что Так Так Себе В центре Продаются Всякие Панамки Косынки Там Та шапка Мне понравилась Стоит 400 Рублей Здесь Я Нашел Недорогой Магазин Я ее Купил За 190 Вот Главное Да Надо найти Где что Есть Интересно Осталось Только Газовый Баллон Но Сейчас Иду И вспоминаю Что На Урале Когда я Приезжал Газовые Баллоны Продавали По 70 По 80 Рублей За штуку А здесь Зашел Супермаркет И газовый Баллон Сто Сорок Девять Рублей Честно Сказать Я Охренел Потому что Последний Раз Я покупал Даже здесь Где-то Ехал За 102 Чем дальше Тем дороже Буквально В прошлом видео Вам рассказывал Что Не люблю С собой Возить Кучи Всякой Крупы И тут Делаю Все Наоборот На самом деле Я нашел Очень хороший Магазин С очень Хорошими Ценами И весь Вот этот Пакет Обошелся В 370 Что ли Рублей Там Все Подряд Вплоть до Влажных Салфеток Осталось Газовый Баллон Найти И Вообще Красота Будет Когда ходил По супермаркету Обратил внимание Что у них музыка На заднем плане Играет Вся Старая Из советских Фильмов Прям Вся Такая Я Аж Прям Не знаю Я думаю Надо же Такой Плейлист Составить То ли У них Здесь Все Так По приколу В советском Союзе Специально Делается То ли Они Действительно На Вот этой Атмосфере Так Гоняют На Каком То На Ностальжи Прошлого Может Быть Из него И Не Выходили Но Это Так Знаете Так Классно Так Душевно На самом деле Но Я Кайфанул Честно Ладно Сегодня Был Насыщенный День Поэтому Все Всем Хорошего Вечера Дня Утро Увидимся С вами Завтра